всем привет мои дорогие давно не записывала видео хотя обещала не пропадать но то нет времени то нет настроения а выходить к вам в плохом настроении совсем не хочется хотя я не считаю что блогеры обязаны 24 на 7 выдавать только развлекательный контент но и негатив я не люблю поэтому если у меня нет настроения то я просто не могу записывать видео потому что я себя пытаюсь вытащить из этого состояния так как вы знаете я не могу долгое время находиться в стрессе в плохом настроении но всякое в жизни до бывает и иногда ничего с этим не можешь поделать я вообще считаю что сейчас нужно жить так как ты чувствуешь если тебе грустно надо грустить если тревожно то не нужно давить улыбку изображать какую-то радость потому что это ни к чему хорошему не приведет это двойной стресс для организма потому что в результате можно дожить просто до нервного срыва то есть нельзя никогда подавлять свои эмоции я уже давно к этому пришла потому что у меня большой в этом деле опыт и сейчас я стараюсь жить просто так как получается получается по-разному настроение скачет давно очень плохого это вроде бы ничего то потом кажется что она хорошей и вот такие вот скачки то откат то как-то двигаешься вперед в общем как-то так думаю все как у всех тут смотрела блогеров на ютюбе в инстаграм некоторые старались не показывать своего подавленного состояния как-то старались развлекать аудиторию свою но вот смотрю просто все устали сил у них нет уже пишут мы больше не можем сил уже нет и как бы вот организм дает сбой но реально это так я это знаю по себе еще давным давно когда я тоже пыталась игнорировать свое состояние там самом начале когда я еще не знала вообще как с этим работать и что это такое я тоже пыталась так сделать и становилась только хуже и поэтому сейчас я никоим образом не насилую свой организм и живу так как я чувствую так как у меня получается если мне плохо я просто ложусь и стараюсь как-то себя успокоить думать о чем-то хорошем как-то переключать свое внимание получается с переменным успехом но ничего не поделаешь что имеем то имеем в любом случае я понимаю что ничто не вечно под луной и все имеет свое начало все имеет свой конец также настроение также состояние также и все остальное я жду того момента когда более-менее все у меня наладится и настроение и все но я думаю что постепенно как бы так оно и будет а пока происходит так как есть сегодня хочу вас немного отвлечь себя тоже и показать вам свою покупку которую я успела сделать буквально наверное в последние дни потому что потом магазины все у нас закрылись я обнаружила но не только сейчас еще давно по моему зимой это было что у меня что мне нужны голубые джинсы у меня все что есть всем невелико причем так вот знаете нормально велико я сейчас снова вешу 60 килограммов хотя я ем все подряд ну как все подряд это немного громко сказано в том плане что у меня то есть аппетит то его нет вот совсем от слова совсем и я насильно что-то пытаюсь съесть мне уже там все равно что я съем отварную курицу какую-нибудь там с тыквой например ну что-то такое совсем примитивное да когда неохота готовить то я могу съесть пиццу которую я показывала а а вот показывала на ютюбе в том числе склеила просто кусочки выкладывала в телеграм это все и решила на ютюбе тоже показать заказали пиццу мои захотели пиццу но было вообще вот неохота готовить пришла эта пицца много там этих разных пиц причем оказались все невкусные очень острые соленые какие-то я съела его знаете а я еще себе там картошку заказала кстати в последнее время иногда ем картошку если муж готовит он иногда готовит картошку запекает с мясом в духовке но тоже кстати без масла а потому что я жареные на масле просто есть не могу и я иногда ем то есть вот когда мне вообще ну вот просто я не могу готовить да не хочется я иногда ем даже картошку при этом я не набираю ни граммы даже вот сбрасываю вес потому что у меня где-то 61 килограмм был там с чем-то сейчас уже 60 то есть вот как то так то есть я ем все что вот как бы попадается под руку скажем так очень редко я вот сейчас да особенно в эти дни особенно если я себя неважно чувствую меня не до этого либо очень много делая чем-то занята я вообще для нас следуши отдельно ничего не готовлю вот что есть то и мы едим вот и до после пиццы мне стало очень не по себе но почти что можно сказать плохо потому что утром я проснулась и какая-то знаете такая в желудке не то чтобы тяжесть но вот у кого кто знает что такое гастрит вот такое неприятное ощущение впечатление что как-то тянет что-то вот ну такой вот очень неприятное специфическое ощущение я давным давно уже не испытывала это чувствуете ощущение очень очень давно вот с того момента как я перешла на пп и тут я чувствую что как-то не по себе желудку как-то вот пришлось даже выпить таблетку у меня дома всегда на всякий случай это имеется но выпила одну таблетку и все прошло но естественно больше такое есть не буду никогда ну наверное какая-то неудачная пицца оказалась или что я не знаю в общем не зашла вот и ем я вот могу есть все подряд но ем мало вот наверное как бы причина в этом и ем шоколад конечно ем шоколад ежедневно вот даже не считаю уже сколько ем вот бывает знаете прямо такое какое-то нервное состояние я ем этот шоколад и мне как-то вот легче ну то есть вот на данный момент это никак никак вообще не сказывается на весе и видимо из-за того что я нервничаю вес идет вниз вот я так думаю и вот казалось бы да вот можно просто радоваться тому что я ем все что я хочу я худею при этом но как бы меня сейчас это вот ну абсолютно не радует пока что но я думаю что настанет день когда начнет это радовать когда уже все будет хорошо и вот тогда я в полной мере пойму что все мои труды и усилия были не напрасны так вот в результате я вспомнила что мне нужно срочно купить джинсы пока все закрылось потому что где их потом искать а в заре я уже у меня несколько пар есть и я знаю что они мне подходит там лекала вот подходит к моей фигуре в итоге заказала такие голубые джинсы они примерно такие же какие у меня есть вот у меня белые есть такого же планы и черные вот они слегка потертые но без дырок и очень красивый в жизни цвет потертости вот здесь на карманах такие вот небольшие потертости и где еще по моему еще внизу да и кажется еще внизу немножечко тоже да вот еще вот тут немного внизу а так без дырок без разрезов безо всего такие вот универсальные джинсы знаете какой размер это 38 размер дошла до 38 размера причем я вот сомневалась какие мне заказать то ли 38 то ли 40 а а там есть у них как бы калькулятор там а и пишешь рост вес и тип фигуры указываешь и они выдают какой и да и как ты хочешь чтобы они на тебе сидели свободно плотно средне и они выдают размер который тебе нужен кстати я всегда так делала если допустим вот бывают у них бывали вещи какие-то большемерки или маломерки они вот писали надо на размер меньше надо на размер больше то есть вот этот калькулятор всегда выдавал и всегда было все точно да и я потом вспомнила что я же заказывала сорокового размера джинсы шикарные если вы помните я видео даже записывал и все но они мне были велики и длинные были там такой был фасон с разрезом но они мне были длинные а подрезать это уже все убился бы весь смысл а и они мне вот здесь вот были сильно велики то есть но я подумала возьму ну если что если что ну не знаю тогда что буду делать потому что я понимала что возможно все закроется я уже сдать тоже их не успею нет но я знала что так или иначе я их застегну просто может быть они будут сидеть очень плотно да на мне но нет сидят вообще отлично очень хорошо я их еще не носила сняла как бы срезала все бумажки но еще пока я их не надевала но они в любом случае немного еще вытянутся хотя сидят абсолютно хорошо даже вот здесь в животе свободно то есть если бы не мой живот да вот не лишняя кожа то я бы вообще даже не думала 38 бы и заказывала вообще все но вот из-за этого иногда бывает что здесь как-то вот до плотновато но нет эти отлично в общем сидят они отлично очень красивый цвет там было два варианта вот я выбрала этот голубой там был еще потемнее какой-то в общем то что я хотела такие очень хорошие но с чем угодно их можно носить такая классика да я же вы знаете очень люблю джинсы особенно вот когда я ну и когда весила 70 даже чуть больше уже тоже их любила носила а сейчас особенно вот когда я дошла до своего как бы идеального веса я просто обожаю джинсы будет и никак не могу от этого отойти хотя платье я тоже очень люблю конечно платье на платье это лето до весна лето ну скорее даже у нас лето в нашем климате а так конечно вот джинсы очень люблю такой мой любимый предмет гардероба хотя вот у меня же есть правда их редко ношу такие вот черные брюки но тоже я вам их показывала которые также с разрезами тоже в заре их заказывала я их тоже очень люблю вот такого плана брюки тоже но джинсы как-то вот наверное ну ну джинсы это просто вот настолько универсальная вещь их можно и на каждый день куда-то надеть в ресторанах надеть там с красивой скажем плоской или там еще чем-то да ну то есть это вот такая классика классика и видимо я настолько вот долго о них мечтала да там десять лет назад когда была очень большая да вот и сейчас как бы дорвалась до них вот как-то ну не знаю но нравится вот они мне и на себе и на других вот единственный а я не сказала что талия стандартная вот обычная стандартная талия до единственное я не люблю высокую талию потому что ну как я уже говорил она никому не идет она увеличивает живот попу там и вообще все вот я смотрю на людей да даже очень очень стройных высоких которые надевают вот джинсы на высокой талии ну вот я думаю вот если бы была стандартная талия даже низкая талия но смотрелось бы намного круче а так вот фигура как-то увеличивается живота нет кажется что есть живот ну как-то я не знаю ужасно это на мой взгляд да вот средняя талия сейчас еще кстати же в моде низкая талия кстати это мне тоже нравится я не знаю мне подойдет или нет для низкой талии конечно нужно иметь такую вот фигуру очень очень подтянутой особенно вот да в районе живота а поскольку у меня этого нет вот именно в районе живота но я не знаю как они будут на мне сидеть думаю наверное не очень не знаю вот средняя талия это прямо вот самое но то что надо все это вот все мои покупки это если бы вот мне так вот экстра не нужно было не нужны были клубы и джинсы то я их бы явно бы не заказала потому что было как то вообще немного не до этого тут я думаю ну надо все-таки заказать надо же в чем-то ходить все велико просто вот висит у меня есть несколько пар да даже уже не помню сколько они у меня лежат там где-то но их надевать невозможно они просто вот так вот падают хотя у меня есть даже скини какие-то да там но но все равно падают вот даже по дому идешь они раз вот так прямо вот соскальзывают конечно это очень приятно но думаю надо же мне в чем-то ходить вот и вот хорошо что я успела их заказать хотя я читала что вроде бы все они собираются вернуться к нам россию зара ну как бы вот весь этот концерт да то есть если все магазины мы не знаю вернуться не вернуться вот а так конечно весна лето и по идее в прошлые годы мы как бы что-то заказывали да там все блогеры делали обзоры покупок с примерками и так далее но сейчас как-то вот я даже не знаю но у меня так в целом все есть конечно кое-что так вот по мелочи надо но если где-то увижу закажу если нет то ну на лето надо на лето надо несколько платьев потому что тоже либо все велико либо я по выбрасывал и я кстати делаю тоже не постоянно делаю уборку это тоже как-то отвлекает это помогает выбрасываю выбрасываю столько всего ненужного оказывается вот дома вроде кажется я постоянно живут постоянно да это делал что-то выбрасывал перебираю так далее уже вот каждый раз кажется но все все выбрать его больше уже ничего лишнего нет но каждый раз когда я снова начинаю заниматься уборкой я нахожу постоянно какие-то новые новые вещи для выброса вот то есть вот как то так так что мои дорогие показала вам свою покупку ну посмотрим как дальше будет что будет но естественно если что-то еще куплю то будет видео вот но пока даже не знаю не буду покупать не буду то есть найду не найду вообще что и как такое было видео мои дорогие на этом уже пожалуй все ой думала записать коротенькое видео тут я уже смотрю практически 16 минут видео на 16 минут получается постараюсь постараюсь не пропадать даже вот думала записать вам завтрак свой но вот на завтрак опять же вот ем что попало там могу съесть какой-то срок творожный и я вот нашла заказываю кстати вот пару дней назад заказала там он с ванилью с сахаром кстати такой вот маленький помните я вам шик с шоколадом показывала вот такие мне уже не нравится ли душ тоже особо не нравится есть вот такого плана не такие небольшие сахар там и ваниль вот иногда могу съесть просто утром вот этот срок скажем там хлеб сыр рыбу и все то есть даже вот мне лень готовить себя омлет или яичницу вот иногда бывает лень просто лень знаете вот быстренько что-то там съела и пошла как бы и все то есть вот как-то так пока на данный момент но если что-то будет интересное покажу а может быть покажу вот прямо свой такой знаете необычный вообще совершенно не пэпэшный завтрак ну вот пока когда так я надеюсь что скором времени это все пройдет и вернемся уже как бы ну к нормальной жизни к нормальному питанию но самое главное что я от этого вес не набираю поэтому я так вот говорю видимо за счет того что ем мало вот реально очень мало потому что аппетита нет совсем и вот постоянно какой-то стресс постоянно что-то вот вот я думаю за этого как бы вес и не набирается я думаю что вот вопрос в этом но с другой стороны пусть организм привыкает к любой пищи в небольших объемах то и возможно в дальнейшем я уже смогу есть прям вот все подряд и не добирать вес но все подряд есть не могу вот я вам говорю съела пиццу сто раз пожалела зареклась что все больше вообще ничего подобного есть не буду потому что но никак вот не заходит и ноет желудок ну как бы я не могу мне это все не надо все-таки в любом случае я считаю что ежедневно нужно есть ну нормальную еду такую более менее здоровую потому что ну такая вот и да это очень плохо для организма вот даже если убрать там лишний вес там да то что есть риск там набрать лишний вес и все прочее исключительно вот так вот смотреть да на здоровье то для здоровья это очень плохо и вредно поэтому конечно же надо все-таки придерживаться вот такого вот нормального питания все мои дорогие целую вас обнимаю надеюсь появлюсь очень скоро буду стараться почаще записывать видео надеюсь что мы пока с вами будем видеться на ютюбе но никогда не знаю что может быть завтра поэтому если ютюба не будет у нас доступа к ютюбу то тогда я перейду на яндекс дзен хотя он мне совершенно не нравится но ничего не поделаешь там и также я в телеграме тоже если вы еще не подписаны то подписывайтесь обязательно потому что но я так понимаю что другой возможности может быть у нас вами не будет увидеться то есть других площадок по крайней мере в ближайшее время то есть возможно у нас останется телеграм и яндекс дзен я так думаю но в любом случае будем искать площадки я ну так и будут называться мои каналы маша мартиросян то есть вот ну мало ли может и дзена там завтра не будет или что-то другое появится я не знаю ну вот как бы вы меня всегда найдете вот все мои дорогие а да еще вконтакте но я как-то не могу вот привыкнуть к нему я зарегистрировалась но я там ничего не выкладываю но мне кажется это вообще вот не мой формат то есть вот ну может быть потом как-то привыкну но я не понимаю что там делать как там делать с телеграм освоила уже все и комментарии освоила и все 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 то есть он у меня уже полноценный канал и видео могу выкладывать и комментарии вы можете писать тоже долго не могла разобраться но в итоге разобралась все настроила вот но я надеюсь что мы с вами увидимся очень скоро на ютюбе все мои дорогие целую вас и обнимаю всего вам самого хорошего надеюсь это видео немного подняло вам настроение и до скорой встречи обнимаю вас мои дорогие и до пока не забыла хочу всех поблагодарить кто мне пишет в личку и в комментариях чтобы я записывала видео что вы скучаете по мне по моему голосу огромное вам спасибо вот вы не представляете насколько мне это приятно конечно же я не пропадаю я постараюсь вот прямо почаще записывать видео потому что меня это тоже и вдохновляет и как-то поднимает мне настроение я очень люблю с вами общаться то есть вот это исключительно моё я говорю вот даже несмотря на монетизацию не монетизацию то есть монетизации практически нет но вот все равно это прямо вот я очень это люблю и поэтому я до последней возможности буду с вами на ютюбе ну а потом если такой возможности не будет будем с вами ну двигаться в другие стороны другие соцсети то есть обязательно будем на связи так что мои дорогие подписывайтесь на всякий случай все на этом уже точно все целую вас обнимаю мои дорогие пока пока